В региональном разрезе средний республиканский уровень инфляции превышен в шести регионах. В Мангуставской области этот показатель составляет 4,1%. В регионе более 85% всех продуктов питания завозные. Они поступают из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также из 12 областей Казахстана. За ситуацией по стабилизации цен на рынке следит и наш корреспондент в регионе Тамара Степанова. Тамара, доброе утро. Как часто у вас в регионе проводится мониторинг розничных цен? Добрый день, Вера. Такой мониторинг проводится у нас на регулярной основе еженедельно. К слову, в области работают два гипермаркета, 65 супермаркетов, 481 мини-маркет и 29 рынков. Простая арифметика – это 577 торговых точек. С начала года в городах и районах проведено почти 500 ярмарок с участием автовиков. Автовики не поднимают цены, а наоборот их снижают на 15-20% ниже рыночной. Кроме того, подписано 227 меморандумов с руководителями торговых предприятий и рынков о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Более подробно о ситуации на рынке мне расскажет Ляйля Жабыковна Алиева, исполняющая директор АО «Социально-предпринимательской корпорации «Каспий». Ляйля Жабыковна, расскажите, какие еще меры принимаются у нас в области по недопущению роста цен? В рамках нашей корпорации принимаются меры следующие. Значит, наша задача – мы закупаем продовольственные товары непосредственно у сельхозпроизводителей. Мы товары закупаем в основном у казахстанских сельхозпроизводителей, наших местных поставщиков. Значит, все 19 наименований социально значимых продуктов питания мы на сегодня имеем. Значит, из местного бюджета были выделены средства. Закуп производится у нас регулярно. Значит, мы имеем постоянно эти товары, продовольственных товаров. Значит, расскажите, пожалуйста, о ваших павильонах. Я знаю, что у вас их более 20 павильонов по области. Что это за павильоны и что там продают? Да, у нас 21 торговый павильон. Они все стандартные. В основном, значит, мы продаем здесь только социально значимые продукты питания. Значит, это удобно для населения. Они имеются как в городах Актау, Женаузень и в наших районах. Поставку товаров мы делаем с наших складов из города Актау. Для этого у нас налажена наша логистика. Товары, продукты питания у нас, значит, продаются ниже рыночных на 20%. Что позволяет населению иметь в наличии социально значимый перечень продовольственных товаров. Я знаю, что за последние три года было закуплено товаров на более 800 миллионов. Какие планы на будущее? Планы на будущее. Мы также продолжаем реализовывать программу продовольственной безопасности. Регулярно закупать эти продукты питания. Значит, сейчас мы готовим еще одно финансово-экономическое обоснование на выделение средств. Значит, эти средства, о которых вы сейчас сказали, они у нас в обороте. Значит, сейчас вот мы одной из первых, поскольку сейчас прошла такая волна по сахару, одна из первых задач у нас сейчас закупить сахар. Мы планируем закупить более 500 тонн сахара. Замечательные планы. Я от себя добавлю, что в области ежемесячно проводится заседание областного штаба оперативного реагирования на повышение цен социально значимых продовольственных товаров. Тамара, какую роль играют местные предприниматели по стабилизации цен на продукты? Ты знаешь, Вера, местная продукция пользуется очень большим спросом, не уступает по качеству привозной. Местные предприниматели выпускают муку, работают хлебобулочные и макаронные. Заводы по выпуску хлебобулочных и макаронных изделий, есть яйца фермы. Сельчане выращивают овощи и бахчевые культуры. И я хочу заметить, что местные жители предпочитают местную продукцию. Я, например, очень люблю местный курд и балгаймак. Вера? Ну, будете у нас в Астане, привозите тогда, если так фалить. Спасибо, Тамара Степанова, за информацию. Обязательно. Хорошо. Тамара Степанова была на прямой связи из Монгосталовской области.